Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok как жертва. И охотник производит это с большей осознанностью в состоянии. И цикл ритуалов в Культе основан на религиозном календаре, который похож на католический, то есть после того, как пришло миссионерство в Нью-Африке. И ритуалы практически все проводятся в ночное время. И они занимают несколько ночей. То есть для этого выбирается определенное время в умном календаре. И в последнее время очень много людей с Запада, очень много белых людей посещают эти республики, провинции Африки с целью излечить заболевание. В основном это зависимости. То есть в сети на Ютюбе можно увидеть очень много фильмов, снятых, телевизорчиками, снятых каналом BBC, как раз о Ибоге, Ибога, Ибога. Кто-нибудь видел? Да. То есть Ибога, чтобы более обширно объяснить, да, это одно из священных растений, применяемых народностей и людьми на протяжении столетий, возможно, тысячелетий, точно, которые именно подходят для этого региона. То есть как бы с вами знает, что на каждом континенте, в каждой культуре есть свои вещества, есть свои священные растения, которые используются именно их народностями, их культурой. В Южной Америке это может быть Айхуаска, в Северной Америке и Южной Айхуаска, и йод, действующие вещества, они свои вествовали метилдриптамины. В России это могут быть грибы, в Азии это может быть марихуана, каннабис. Вот в Африке более присущи, как раз таки, вот именно используют дерево Ибоги. Вот. По поводу употребления, как принимают и для чего. То есть приемы Ибоги принимаются в разных концентрациях и в разных части растений. Как я сказал, то есть в церемониях используются как стебли растения, кустарника, как листья, но в основном это корни. То есть принимается либо дозированно, в микродозированиях небольшая концентрация на протяжении определенного времени. То есть может быть каждый день на протяжении нескольких недель или одной или двух недель. Или же принимается однократно в большие дозы растения. Но из самого по себе растения в чистом виде, если такой, то есть он может быть в большой резервовке очень токсичен. Потому что кроме содержание основного действия Ибогаин, он может содержать ряд других алкалом, то есть химических веществ, которые могут быть токсичны для гадонизма человека и на больших дозыроках. Сейчас потихоньку к истории перейдет. И когда происходит церемония посвящения и инициации юноше или происходит терапия определенных расстройств, то горечок или испытуемый человек употребляет большую дозировку в чистом виде этого комната. И на протяжении всего нахождения этого состояния, так называемого трипа психологического, который может продолжаться от 3-4 часов до 2-3 суток. В зависимости от индивидуума, который принимает в зависимости от концентрации, от количества препаратов, вещества. То есть время нахождения в этом состоянии может быть очень разным. Ритуалы, приемы этого растения могут быть разные. Вот одной из воздействий церемоний можно назвать как раз какие-то так называемые гвозьи. Начинает ритуалы. Происходит уже ближе к утру, продолжается употребление у боги стоя на коленях. То есть тут сравнивается с христианским причастием, то есть затрагиваться на растения нельзя. Испытуем их. Когда происходит церемония, она продолжительная, то есть можно занимать несколько дней до недели. Соблюдается участником определенная диета по питанию, по определенному рациону и состоянию сна, участия в социальных каких-то работах. То есть человек может освобождаться от каких-то племенных занятий для того, чтобы он готовился где-то к тишине. Ну, сейчас мы перейдем к тому, чтобы как это относится к медицине, как мы применяем в наркологии, психотерапии эти вещества. То есть какой у них потенциал имеет важный нерав. Одним из важных компонентов обряда в Вите является песнопение и игра на однострунном музыкальном инструменте, который продолжается в течение всей церемонии. То есть может быть до нескольких дней. У них немного инструментов, как правят, вот один однострунный выглядит вот так. Сейчас включу, покажу, как он звучит. Еще и у них немножечко. Прик���поим. Сопроводается, что мы полноценные песнопения пациента. Играет музыка Играет музыка Играет музыка с опиатными рецепторами в нашей лимбической системе, то есть та система нашего мозга, которая формирует как раз таки физический компонент зависимости, тяга к веществу. В основном это опиатные наркотики, герои, но также вещество активно в отношении и алкоголя, и никотина, амфетамина, метафетамина, то есть и даже кокаина. Был экстрагирован ибогаином впервые из ибоги в 1901 году дубовский меландрин. И в ходе эксперимента на животных показало, что вызывает препарат состояния опьянения и сомневности. И пришли к выводу, что с помощью вещества можно лечить и в растению, и в растению, и в растению, и в слабости. И в те же годы создали в Европе препарат на основе ибогаина, назвали препарат ламбарин, в честь африканского города, в Габоне. И ламбарин содержал 200 мг экстракта. Заметили, что препарат может стимулировать центральную нервную систему, и решили, что можно препарат использовать для лечения депрессии и для повышения выносливости. Поэтому препарат сперва нашел свой отклик даже у спортсменов. И взяли еще препарат за основу как афродизиак, потому что, заметьте, у него свойство афродизиака. И даже сделали лекарство в начале 20 века, лекарство от импотенции на основе ибогаина. То есть, через хорошие промышленные разработки, то есть, начали много делать и африканского ламбарина, экстракта, ибогаина. Но при терапии импотенции пациенты начали злоупотреблять препараты. То есть, начали употреблять не одну, допустим, две таблетки, а до нескольких, да? И, конечно, начало это вызывать у них ведение и галлюцинация. То есть, люди начали пугаться, и производство ламбарин был очень не срослен. То есть, не нашел свой отклик, потому что и фраза даже, когда бытовала в то время. Вот такая фраза. Импотентом я быть не хочу, но и медиумом становиться не собираюсь. Потому что вещество начало вызывать экстрасенсационные переживания, парапсихологические, то есть, те переживания, которые испытывают, испытывают иногда при употреблении больших доз. Мы как раз об этом говорили. И не заострял на этом внимание, то есть, сейчас мы скажем, в конце, то есть, какие переживания может человек испытывать при употреблении ИБГИНа. И у спортсменов этот препарат тоже долго не задержался. Через какое-то время этот препарат был включен в антидопинговый список, то есть, в котором находится ГСД. То есть, и на ИБГИН, а вот это еще приемы у спортсменов. Является ИБГИН-фректомин, так сказать, да, алкология, у которого здесь будут определенные рецепторы. И главным делом серотониновые рецепторы, которые являются одним из главных рецепторов как раз-таки лимбической стены и одним из главных рецепторов, которые отвечают за наше состояние настроения, всех эмоций, то есть, те, которые, такие, дофаминовые теории, которые существуют в зависимости, она как раз-таки открыта после открытия серотонина. А серотонин открыт был совсем недавно, то есть, около 100 лет. Всего лишь назад, как раз-таки, открытие серотонина пришлось на открытие лизергина, да, Риберта Фрофлана, то есть, на создание ОСД в одно время с открытием серотониновых цепторов. В принципе, даже эти два события объединяем. И как пришел ипогройм именно в лечение зависимости. История такова, то есть, был героином наркоман, Гоурт Лотцев, в 1962 году, случайно из Африки, попал к нему то ли растение, то ли уже экстракт, и ему дали это вещество как предложение, то есть, еще одного психоактивного вещества, то есть, на котором он может поторчать, да, то есть, попробовать, то есть, покайфовать. То есть, он принял это вещество в надежде, будучи героином наркомана, то есть, получить какой-то новый опыт, новое ощущение, но после приема и Гоги, Гоурт Лотцева больше в жизни никогда не потерял героин. История для него героинная история в этот день закончилась. Треблился его 36 часов, в результате которого Гоурт смог освободиться от власти героинного димона. И далее он предложил всем своим друзьям, всей своей компанией за этим, попробовать это. и у всех друзей был успех. Как он пишет, он 100%, этих его коллег, друзей. Тогда он начал создавать, работать над популяризацией вещества, над созданием фабрики, завода по всему инфузу вещества. Были сделаны эликсиры, то есть, он получал патентный эликсир с Эбагаином, то есть, как бы, написано на этих патентах. для лечения наркотико-аддикшин, то есть, для логов, зависимости наркотической и работа майн-проэсперед, то есть, да, и на личностном, духовом росту. Эликсир можно было использовать, но только для терапии зависимости. Вот, то есть, исследований было много, и вот даже в 92-м году Лотцев создал Общую международную полицию для самосуществительных наркоманов. исследований с Эбагаином проводилось в Европе очень много. Лотцев сам вел несколько исследований, были выделены большие средства, то есть, он обращался к фармкомпаниям, для того, чтобы все вкладывали средства в эти исследования. фармкомпании, после определенных работ, после некоторых попыток популяризировать, фармкомпании начинали отказываться от синтеза этого вещества, от дальнейшей работы, потому что фармкомпаниям не было выгодно дальше популяризировать это вещество, не видели эффект, но они также знали, что это растение можно было получить без прибегания фармпромышленности к фармкомпанию. То есть, не обязательно было бы покупать препарат дорогостоящий, потому что синтез его очень дорогостоящий, что люди могут на самом деле поехать на церемонии, могут пройти в средней природе естественный прием вещества, препарата, и фармкомпания это очень не выгодно. Поэтому старались все исследования закрывать. Было очень много черного пиара и в одном из исследований то есть это исследование то есть это случай был нашим ягодом, то есть постарались распространить во всех масс средствах массовой информации по поводу одного из исследований когда в Голландии проводили и одна из девушек героинозависимых во время эксперимента, во время лечения умерла. Вот как потом исследовали, как об этом в книгах написано в источниках уже достоверных, там было нарушение именно девушкой диеты. Приемы препаратов она смешала с героином. Она не отказалась от героина и применяла препарат вместе с применением опиата. Да, потому что есть определенные условия очень жесткие, есть определенная диета, которую нельзя нарушать для того, чтобы не вызвать очень такую смертельную и неудовитую смесь. Очень большой вклад внесла в развитие Багаина, профессора психиатрии, наркологии, неврологии Дебра Маш и ее команда в Майами. Один из самых крупных исследований в Багаине уже в научной медицинской среде как раз таки сделала Дебра Маш. Если Ковар Толсов делал это как такой нэндстрим, как эмбрейджер, то есть исходя из собственного опыта. То есть Дебра Маша уже изучала и сейчас ее центр работает в Мексике, в Канкуне. Сейчас на всем странах, на всей земле насчитывается около 70 клиник и Багаин терапии. То есть половина клиник официальных, то есть медицинских, и половина центров, то есть открытые уже люди, энтузиасты, которые прошли свой опыт или же которые работают не по медицинской модели, а по модели более шаманской. То есть такие центры есть, кстати, вот в Габоне, в Камеруне, в Камеруне, где работают и врачи, есть проводники, где работают и врачи, и шаманы, то есть проводники. Потому что и Багаин опыт это не чистый медицинский опыт, это не антидепрессант, это не всегда контролируемый опыт, а зачастую это даже неконтролируемый опыт, это трансперсиональный опыт. поэтому полностью регулирование работы с Багаином, то есть до конца еще в медицине этот факт как-то не уложен. И поэтому работа с Багаином происходит больше на начало таких энтузиастов. Ну то есть в принципе то, что мы сейчас и делаем у себя в Казани. По тем путам, которые сделали, то есть по тем исследования, которые провели с Багаином, то есть самая ближайшая теория, которая выглядит как работает и Багаин, это что и Багаин работает с головным мозгом на уровне нейромедиаторов. Что такое нейромедиаторы? Это вот та самая лимбическая система нашего мозга, где существуют нейромедиаторы дофамин, серотонин, то есть наши гормоны основные, которые отвечают за все наше настроение, эмоции и формирование зависимостей. Что и Багаин способен производить перезагрузку нейромедиаторов. То есть он включается в лимбическую систему и производит там полную перезагрузку. То есть он может дать на время этого опыта, на время приема Багаина, суток двух-трех, то есть такое количество серотонина, такое количество дофамина, что он разрушит эту опиатную систему, которая устраивалась годами у зависимого человека. И мозг забудет эту систему? Мозг забывает опыт, который героинщик получил от стенокодина? На биофимическом уровне, да, то есть есть лимбическая система, есть рецепторы опиатные. То есть за года употребления, то есть эта опиатная система, она рушится, то есть она формируется зависимо. То есть количество опиатных рецепторов, допустим, оно возрастает, их становится, допустим, не пять, а сто. Количество дофамина, ежедневно вырабатывающегося серотонина, карман радости, концентрация его падает. То есть и человек уже зависимый живет вот с такой биохимией. То есть рецепторов может быть много, которые жажут серотонина и дофамина, а вещества мало. Вот. И поэтому на уровне биохимии мы должны разрушить систему. Это не касаясь уже психической зависимости. То есть если мы говорим о зависимости вообще, то мы должны подходить к ней комплексно. Что есть физическая компания зависимости на уровне биохимии всех этих рецепторов и гормонов, нейромедиаторов. И есть психическая зависимость, когда мы говорим о личности человека, по характере, о душе. Вот. А в медицине официально нужно доказать именно, как работает БГИН на уровне биомедиаторов. Да, в медицине не интересно, как работает БГИН на уровне души и на уровне видения. То есть мы об этом поговорим, да? То есть какие видения, какие переживания может вызывать и БГИН, то есть какое путешествие может совершать душа человека, дух во время этого опыта. То есть мы можем говорить это в трансперсональном плане, да? Это тоже очень интересно. Вот. Но если мы говорим об обществе, которое мы применяем в медицине, то есть мы должны именно показать в опытах, как он работает. То есть если мы создаем из этого лекарства, мы должны знать, на что оно действует, да? Иначе тогда это не лекарство, это просто шаманство. Вот. И за десятилетие исследования на животных, на испытуемых, мы именно вывели самую близкую теорию такую, что он ИБГИН производит перезапуск у МИРа. Но это только теория. То есть настолько, насколько мы смогли продвинуться в исследовании этого препарата. То есть наши европейские коллеги. Вот. Ну, еще и известный. То есть делает он это или нет? Ну, на самом деле это важно только для медицины, потому что все должно быть объяснено. То есть если это не объяснено и это не объяснило, то медицина, в принципе, даже подробно, да? Как мы сегодня слышали уже на лекциях. То есть это может остаться просто мракогессия. Несмотря на то, что это помогает. Если это не интерпретировано, не объяснено, как это помогает, то такой метод, как бы, он не принимается в фундаментальной науке. То есть пока это не доказано, не подтверждено? Пока только теория? Пока до конца это не доказано. Ну, в принципе, вся медицина, она на теории. То есть любой антидепрессант, который официально он применяет, то есть я говорю с психиатром антидепрессант, который я описываю, то есть он создан на дофаминной теории. Но есть же исследования, которые подтверждают? Да, да. Подтверждает теорию. Ну, в любом случае это теория. То есть тут подтверждено ровно так же. То есть мы увидели под действием веществ большую выработку сироголин, это по действиям антидепрессантов тоже. То есть мы не с чем медицина тоже под теорией. Я понимаю, что разница с антидепрессантом. Антидепрессант считается лекарствами и медицина их принимает. А чем в данном случае антидепрессант отличается от талибкоин? Тем, что недостаточно исследований? Ну вот я уже упомянул об этом, то есть мы не совсем сможем здесь говорить об этом, потому что то, чем занимаемся, это не выгодная плата компании. Начнем с этого. То есть если бы мы сколько об этом не говорили, сколько бы не находили, если будут лица, которым это вам не нужно, если будет даже это доказано, и поэтому мы не знаем, почему это сейчас не доказано, и почему это не надо. Вот. Но да, вот есть такое предположение, но как бы это не только предположение, потому что мы знаем. Достаточно литературы написано в конце, я покажу. То есть есть несколько книг в литературе, как раз таки об ибогаиновом опыте. И там описано, то есть какой процент лечения, 90-100% дает именно лечение ибогаинов. Но, как я объяснил, что сейчас с учетом жесткая политика именно в этих позициях по вырубке этих лицов. То есть есть определенные лица и компания, которые спонсируют эту вырубку. Есть определенная африканская там мафия, как они сами рассказывают на своих сайтах. То есть есть сайт африканский по ибогаинам, где они все это описывают. То есть можно почитать, ну в Искаминске конечно там. Вот. Какая ситуация происходит там. Вот. Потому что в мире у ибогаини знают практически все. Но то, что знают об инфарокомпании, то есть определенные. Вещество, которое мы сейчас в наркологии используем, которое вырубается в инфарокомпании, создается такими компаниями, как Янсен Силар, Джонсон, Джонсон. Да, мы сейчас используем все препараты Налтриксол, Милитрол, которыми лечим в зависимости от алкоголя и наркотическую. Налтриксол стоит около 20 тысяч рублей, например. Чем налтриксоном колл это будет. То есть это 100-200 тысяч рублей. Слечения Налтриксонов, которые не гарантируют лечение. Ну, по аннотации самого препарата это 40-50% эффективности. На самом деле мы знаем, что фармкомпании не призваны создать вещество, которое будет излечивать. Потому что если появится вещество, которое, лекарство, которое будет излечивать, то с каждым годом, то есть у нас сократятся количество пациентов. Мы все вылечим. А фармкомпании огромные. Это огромные машины. Это огромное количество людей, которые работают в фармкомпании. Это тысячи, тысячи миллионов людей. Это целая огромная машина. И, в принципе, медицина наша фундаментальная, она признана лечить заболевания. Лечить. Да, но не избавлять. Есть понятие лечить, а есть понятие избавлять. Машина должна работать. В этом задействованы половины людей. Есть врачи. Есть врачи-психиатры, наркологи, которые ежегодно производят эту работу. Есть огромные люди, которые трудятся над созданием. Они всего лишь винтики на этом механизме. Если что-то прекратится, то прекратится эта деятельность миллиона людей. Поэтому это естественная машина, которую мы не то что не сможем разрушить, а не должно быть что-то концам не вмешиваться. Но мы должны знать о том, что есть метод и есть. Есть же большое количество психоактивных растений. Клопинах даже фуаска, йод. Принцип тоже примерно такой же. И очень много, кто их исследует. Уже строят эти растения. Их тоже применяют в такой же практике. Почему именно они работают с Богом? В практике отличаются они? В практике отличаются они? В практике отличаются они? Да. Вообще, да. То есть, ближе всего справляется с Богом или акуаской. У меня у самого опыта есть и с акуаской, и с акуаской, и с абагаином. То есть, это совсем разные растения и цели. По ощущениям. По ощущениям и по цели, на самом деле, да? А акуаска, если по биохимическому действию, то акуаска не действует именно на дофамильную систему. То есть, на нервидиатры. То есть, а акуаска работает и также хорошо углавляет зависимости тоже. То есть, в гряде случаев. Но именно для терапии зависимости как раз таки больше применяется с айбагаином. Потому что именно его точки приложения, это больше вот именно зависимая часть. Если говорить конкретнее, то айхуаска больше учитель. То есть, оно показывает больше космос, мир, мировоустройство, да? То есть, что делают перуанцы под айхуаской? То есть, они изучают их, да? Они могут посмотреть строение планет, Солнечную систему, где-то с телескопом, да? Что они делали, да? Когда мы сейчас находим этот диск, да? Где мы видим, да, Солнечную систему. То есть, айхуаска, она больше для опознания планеты. Или можно увидеть, там, площадку на километр, да? Как она установится, Земля. Да, если просто, там, вяжем планами в Землю. То есть, в общем, это расширение сознания. А, да. Ну, тут все мы говорим о расширении сознания. Но, когда мы говорим про и бог, и айбагаин, то это более индивидуальный и более биографический субстрат. То есть, он показывает человеку именно его жизнь. То есть, это, как бы, фрейд в растительной виде, да? Это психоанализ. То есть, если айхуаска больше опознания планеты, то и богаин показывает человеку именно его опыт. Опыт его жизни, его биографию и биографию ближайших колен. То есть, фрейд. И именно, ну, дальше сейчас пойдем, да, в переживаниях. То есть, что человек, получаясь в переживаниях, и айбагаина. То есть, понятно, да? Примерно я объяснил, что есть что. То есть, если псилоцибин, грибы, это больше мифология, магия, да? А айхуаска, это больше космические, это больше понятие о мироустройстве, то и айбагаин больше понятие о устройстве как конкретно этой индивидии. Понятно. А керамин, например, это прочее еще? То есть, как в этом? Что такое наркотики, да? И что такое наркотики? Что такое наркотики? Что такое наркотики? То есть, немножко, да, можно было лучше, конечно, начать мой доклад, да? Но немножко, то есть, я волнуюсь, потому что то, что я делал, я делал вчера позавчера и про айбагаин рассказываю, да? Не страшно. И про айбагаин рассказывал вообще вот так вот, первый раз. То есть, про айбагаин, в принципе, я еще не рассказывал. То есть, я занялась терапией с людьми где-то, года два последних пару десятков человек. Ну, именно выступать и рассказывать про это. То есть, это было принято решение вот так, что на этой конференции я должен выступить и что-то рассказать. Про искусство и творчество, то есть, особо я могу рассказать, но мне было больше не рассказать про это. Поэтому это первый раз, и вы первые, кто это слышит. Думаю, в следующий раз тоже будет на конференции, такой у нас в Казани на Республиканской. Ну вот, на вас сейчас пробуем. Сначала можно было начать, да? Есть вещества, которые изменяют сознание, то есть, таким веществом, которые вызывают, так называемый, транс. Вот. Есть вещества, которые вызывают измененное состояние сознания. Есть вещества, которые вызывают необычное состояние сознания. Да? Такое дело. То есть, вещества, которые вызывают опьянение, то есть, которые вызывают зависимость, то есть, их больше вызывают веществами, изменяющими состояние сознания. Алкоголь, опиатная группа, наркотиков, героний, никотин. Вещества, которые опьяняют, изменяют состояние сознания, но не являются, так называемыми, энтеогенами. То есть, энтеогены, как раз таки, вот эти вещества, про которые мы говорили, они называются психоделиками. То есть, у них действие психоделическое. Если дословно мы разбираем термик психоделик, то есть, это, дословно в переводе, проявляющий душу. То есть, не проявляющий сознание, но, словно, проявляющий душу. То есть, не изменяющий сознание, а проявляющий, раскрывающий. То есть, психоделик является лишь катализатором. Даже в отличии от алкоголя и героина. Например, ЛСД, псилоцибин, айхуаз, кодевитилтрептамин, богоин. То есть, они не столько изменяют состояние сознания, не столько изменяют его, как проявляют. То есть, да, и как раз обратно, как заговорил Станислав Дров, до создания холодового дыхания, он работал с ЛСД и псилоцибином. То есть, на сегодняшний день он остается самым крупным ученым, у которого самое большее, он провел более двух тысяч сессий с псилоцибином и с ЛСД. Ни один ученый пока на планете такое количество сессий не проявляющее. Ну, и за запретом всех этих веществ, да. То есть, неизвестно, когда еще будут. Вот Джона Хопкинс, когда Хопкинс, да, в США, где сейчас исследования психоделикой ведутся, также в медицинских целях. То есть, вещества есть, которые вызывают зависимость, а есть вещества, которые также вызывают состояние, необычное состояние сознания, да, но зависимость вызвать не могут. Почему они не могут вызвать зависимость? Потому что они не дают в такой степени состояние эйфории. То есть, состояние эйфории. И вот этот замкнутый круг называется порочный круг вот этой зависимости алкогольной, героиновой. Где-то сразу-таки идет разрушение олимпической системы, опиадных рецепторов. То есть, количество дофамина падает, в отличие от приема психоделиков и эндиогенов, когда количество серотамина возрастает. То есть, под действием алкоголя и героина кажется, что количество дофамина возрастает, но только в первую фазу, которая называется эйфорическая. Первая фаза эпидемии эйфорическая. В эту фазу происходит большой вырос бетаэндерфинов, серотонинов, дофамина. Но уже через час-два происходит резкий спад и как бы синдром ликошет называется эйфорическая. То есть, происходит, наоборот, еще уменьшение ниже предыдущего концентрации серотонина. По отношению к психотерикам, то есть к эндиогенам, к растениям, которые называются священными в этих культурах, тут не происходит такой реакции. То есть, не происходит истощение дофаминовых нервов. Поэтому эти вещества не могут вызвать зависимость. На биохимическом уровне и на психическом уровне. Потому что зачастую, если человек с зависимостью приходит к опыту с психоделиками, зачастую эти опыты, они неприятны, не эйфоричны, а наоборот. То есть, эти опыты очень страшны, эти опыты очень неприятны, депрессивны. То есть, если человек проходит через трансформацию вечности, если он имеет за пазухой какую-то большую проблему, в том числе зависимость, то эти вещества, они вызовут состояние в человеке еще более обостренное, нежели с тем, к которому пришел. Бет-трип как называется? Бет-трип, да. То есть, любой бет-трип с любым психологическим веществом является на самом деле рабочим трипом. Если кто знает, то есть, если у кого есть опыт работы с психологиками, то есть только бет-трип является рабочим и терапевтическим трипом. То есть, ни какой-то кайф, ни какие-то красивые узоры, ни какое-то только приятное путешествие, да? Даже если мы возьмем трансформациональную работу с дыхательными практиками, да? Даже если дыхательная практика происходит в колотробном дыхании B3, если человек попадает в ту область, в которую ему очень тяжело, то есть, именно во время этой работы происходит основная, насыщенная и терапевтическая работа. Поэтому априори в психотерапевтической работе нет такого понятия о бет-трипе. То есть, бет-трип, он, наоборот, глуп-трип, да? То есть, он хороший клип. Он терапевтический. Вопрос есть маленький. То, что вы сказали, а в психотерапевтике это вот как вширь, вглубь, то тогда наркотики это как? Я тоже хотел вопрос задать больше. Наркотики вот именно они никак. То есть, ни вширь, ни вглубь. То есть, они создают иллюзию, они играют с человеком, они создают иллюзию выхода за пределы, выхода из трансцендентуса. Всего лишь иллюзию, да? И поэтому у людей зависимых, на примере даже героинных наркоманов, да? Создается иллюзия познания чего-то больше, да? Ну, возьмем песню, когда ты крести, да? Вы летите, но вы ползете, чудаки вы, чудаки, да? На ковре самолете, да? То есть, когда самолете эти песни, будучи, как это описали, будучи тоже страдающими героинозависимостью. Вот, то есть, эту песню можно вот рефорировать и объяснять вот так. Человек, который страдает этапиатой зависимости, он попадает во власть собственных иллюзий, и иллюзорность может быть такая, что как будто человеку приоткрылась какая-то трансцендентная сфера, трансперсиональная. Но она, на самом деле, открывается на такой уровень, который вот очень иллюзорен, и человеку его хватает. И в этом иллюзорном уровне у него вырабатывается как раз какое-то вот количество псевертолина, именно на том уровне для того, чтобы вызывать его эйфорию на несколько часов. То есть, на несколько часов этот человек чувствует себя Богом. То есть, если разговаривать с героином на команду, то есть, что он ощущает, то есть, человек в это время стоит на вершине города, на вершине города. То есть, он чувствует себя Суперменом. То есть, он чувствует себя Богом, да? То есть, в принципе, это одна из подоплёков зависимости. Да, если кто-то читал книгу «Айстильный гроф» «Супровие стилистного грофа» «Жажда целостности», кто не читал уже. То есть, одна из важных книг иностранственной работы зависимости называется «Жажда целостности». То есть, сама Кристина Гроф проходила собственный путь зависимости алкогольный. Даже уже будучи создателем методов алкоголя, когда они вместе Гроф создали, когда они уже много путешествовали, много проводили семинаров. Кристина рассказывала, то есть, как она пристрелилась по алкоголю. То есть, были предпосылки, но в длительных перелетах по дорогим странам приходилось ездить, проводить все семинары. То есть, она снимала стресс, вызывала сон алкоголем. То есть, нужно было в частных поясах очень много путешествовать, да? Вот, и ее спасала алкоголь. То есть, даже уже тогда, то есть, будучи специалистом, она умудрилась, то есть, как она сама говорит, впасть в какой-то безумие зависимости и незаметно для себя стать зависимой от алкоголя. Сама крестьянина Гроф проходила двенадцатый шаг в программу керакии, классической индивидуальной программы реабилитации зависимых. Практика халатрубного дыхания в индулении йоги для нее самой стала большим успехом. Ну, это жаль целостности вот в этой книге. Она рассказывает как раз-таки опыт зависимости, опыт алкогольной героинной наркомании. И что такое зависимость, и как она перекликается с вопросами о Боге, о душе и божественной природе человека. И как раз-таки она, одна из первых, показала, рассказала, что человек зависимый, целостыдающий зависимостью, он наиболее близок к духовному пробуждению и к божественному откровению. То есть, как бы абсурдно это ни звучало, да? То есть, человек, который имеет предпосылки к зависимости, он наиболее близок к воссоединению с Богом. И при каждом опьянении, при каждом потреблении вещества бессознательно зависимый хочет этого. он лечит ни кайфа, ни удовлетворения, а вот этого состояние соединения с Богом. То есть, это на какое-то время происходит у зависимых. И алкогольные, и героиндерсисты. Это происходит на каких-то долях, то есть, человек может почувствовать. Он плохо потом это может объяснить, чего он потребил и что он ощущал. Но на какой-то момент как раз таки вот это происходит. И Карл Густав Юнг, да? Ученик Фрейда, один из главных учителей, который заработал трансферсональное направление, да? Все знают меня. То есть, он написал как раз таки эту фразу основателя «19-шаговая программа при лечении анонимных наркомонов и алкоголиков». Кто-то, знаете, как он написал? Юнг, основатель программы «19-шаговая». Он написал «спиритус контра-спиритус». Да? Игра слов такая. Что такое «спирит»? В алкоголе «дух», «душа» и «алкоголь». На алкоголе переводится тоже этим словом «спирит». То есть, в алкоголе «дух» на алкоголе звучит одним словом «спирит». И фраза «спиритус контра-спиритус» – это игросла. Дух против алкоголя и алкоголь против духа. Вот. То есть, вот тема «духа и алкоголя» и что алкоголь – это дух, то есть, она имеет историю дальней тысячи лет. В алкоголе у шаманов, в ритуалах, в церемониях был очень важным средством. Да? То есть, это такой же алкоголь, это такой же священный, такой же субстрат, да? Который мы относимся сейчас, как продукт питания, на который стоит Бог. А в культурах, в племенах, это была угненная вода, да, мы все знаем, с помощью которой так же можно было ввести необычное состояние сознание, священное, и в этом состоянии это уже исцелять. Алкоголь поныне используется и шаманами, и индейцами, ацатеками, например, индейцами, которые работают с птилоселином, и грибами. Они работают с грибами, аборигами, с алкоголем, обычно, да? Но когда вопихоз алкоголь входит как просто продукт питания, как средство традиционное какое-то, коммуникативное, традиция, праздник, средство коммуникации, то он теряет функцию чего-то священного или вещества, с помощью которого нужно исцелять. И когда мы говорим про человека с алкогольной зависимостью, мы можем употреблять такие термины, метафорические, зеленый земель, то есть если это религия, православие, ислам, то это одержимость. Человека таким считают вселением весов тоже, которые страдают зависимостью. Потому что в работе с пациентами это видно, что человек находится в область какого-то гемона, который как раз таки можно описать с помощью этого субстрата алкоголя. Поэтому дух и алкоголь, но воды не в словах. То есть это очередь пойдет уже издалека. Вот, что по поводу, даже если героин, да, вот у меня пациент был недавно, из Умбекистана, он рассказывал о каком-то провинциальном, таком небольшом клинике или центре, где занимаются терапией героинов-зависимости, с помощью героина, с помощью опиа. Я, конечно, не знаю ничего об этом, то есть как, что, ну просто один из пациентов, один раз мы слышали, что есть такое. Ну, я не отрицаю, потому что мы об этом не знаем, но, возможно, любое вещество, которое мы знаем, как очень тяжелый наркотик, возможно, его можно использовать и с терапевтической целью. Я знаю, как, знаю, сколько, знаю, во сколько, да. Ну, с очень глубокой психотерапевтической работы в комплексе. Потому что Умбекарина тоже не панацея, только комплексная работа. Подготовка к лечению, да. Есть определенная диета, допустим, по поводу наркотика, да. Если человек влезет из целого наркотической зависимости, то есть прием наркотик должен быть урегулирован. В течение определенного времени до принятия гипогаина, чтобы не производить смешение препаратов. Тестирование с определенной дозой, которую можно проверить, аллергистность человека за сутки. За день или за сутки прекращается прием клещи, потому что, как и в случае с эхваской, у человека может сопровождаться опыт очень сильной, продолжительной работой. И, как любой психотеретический сеанс, то есть лечение должно проводиться в спокойной расслабленной установке. Если это условия клиники, это специальные комфортные кабинеты с местным комфортом, где человеку будет удобно лежать, где за ним будет круглосуточный контроль, присмотр. В клинических условиях хорошо применять также лечение препаратов под контролем хотя бы работы сердца и пульсок симметрии как минимум. То есть осмотреть пульс, насыщение крови кислородным или кислородным газом, то есть какие-то минимальные показатели организма. И также при подготовке к приему вещества, ВКИ или корней ВОГИ, очень важна диета по питанию. По протяжению недели-двух минимум, то есть чем больше, тем лучше. Но когда нет возможности, это хотя бы несколько дней в неделю. Очень похоже на диету, как с айхуатской. То есть продукты, не содержащие тирамину, чтобы не произошла реакция с ангибитермоноэминоксидазом в организме, то есть чтобы не произошло выделение адреналина, норадреналина и повышение сильного давления. Когда люди готовятся к айхуатску, то есть на протяжении недели-двух, много ничего не едят, не пьют чая, кофе, сладости, масел, жиров идеально. Без мяса. То есть тут диета очень похожа. Ну и еще добавляются несколько специфических продуктов. Там грейпфрут, пергамот, который содержит масло, пергамотин, который тоже очень остро нельзя смешивать с бельмином. Действие небогаинных ощущений. При приеме действие небогаина может начинаться через полчаса, через час, и эффект развивается в течение часа-двух. В это время, если человек ощущает, если у человека ломки, если это героинный наркоман, то снимаются симптомы ломки. То есть это один из удивительных открытий при приеме небогаина, что с помощью небогаина можно снять ломки геронинового наркомана. То есть это самая безболезненная детоксикация при герониновой абстиненции. То есть ничего больше по поводу растений не снимает ломку. То есть как это делает небогаин? Волшебным образом он до конца еще не знает, как он это делает. И отсюда определенное открытие по поводу ломки, что ломка это не столь физиологическое состояние, сколько психосоматическое. То есть та сильнейшая ломка, при которой наркоман может ломать чуть ли не два хруста в костях и в сухожилиях мышцах, что это состояние не столь физическое, сколько психосоматическое. Потому что как только начинается бегаиновый опыт, то есть сразу начинается фаза так называемая нейрофремическая, сейчас мы о ней поговорим, нейрофремическая. То есть начинается опыт, работа может сопровождаться в течение нескольких часов после ее приема. Основная доза, то есть основная доза, это рассчитывается определенное количество грамм либо экстракта, либо коры. То есть смотря где человек заходит опыт. То есть в клинических условиях медицинских применяется только экстракт вытяжка из коры корня. А так можно применять в чистом виде коры корня, можно применять вытяжку десятпроцентную, которая содержит пятьдесят процентов колодий богоина. И можно применять сто процентные экстракты богоина. На сегодняшний день сто процентные экстракты богоина, один грамм где-то в России стоит двадцать пять-тридцать тысяч рублей. Один грамм богоина чистого, которому может потребоваться два, двадцать килограмм, три грамма. У высшего опыта. То есть лечение относительно недорогое. Можно сказать вообще в принципе недорогое, но если это совмещать в клинических условиях с терапией в центре, к которому еще добавляется психотерапия, то в принципе в России если применять в клинических условиях ту терапию, которую делали мы, то есть это где-то выходило примерно сто сто двадцать тысяч рублей в месяц за комплексную терапию. То есть в течение месяца мы работаем с человеком круглосуточной ежедневной психотерапией, всеми методиками плюс трансперсиональные тоже обязательно дыхательные практики. И за этот месяц прием к богоинам. Один, два или три раза. А в среднем стоимость лечения богоином на планете у нас стоит восемь-десять тысяч евро за месяц лечения. То есть можно в интернете найти сайт клиники богоина, в основном они находятся в Южной Америке, в Мексике, в Канкуне, в Африке и в Таиланде есть. Самая ближайшая у нас клиника в Сербии и Болгане. Там двухнедельное лечение стоит где-то четыре тысячи евро. То есть все равно лечение богоином было очень дорогостоящее. И считается, что во время приема процесса СПТУН проходит две фазы трипа. То есть первая фаза это у нейрофремическая, отмечется слов о нейрофлях, если кто знает, о нейрофлях, то есть такое сноподобное состояние. Или стадия под названием сон-разума. То есть это та стадия, которая больше похожа на психологический трип, который нам известен. Трип, который похож и на ЛСД, и на бактуаску. То есть тот, который мы можем переживать во время лекарственных практик. Да, во время халатого плана лекарства. То есть тут человек не делает никаких усилий. И все, что происходит во нейрофренической стадии, как я сказал, оно все крутится возле географии этого человека, этого индивидуума. То есть человек видит всю свою жизнь. Он ее как будто проживает заново. От начала до настоящего момента. По опросу людей, по частным репортам, которые можно найти, все типы репортов наших испытуемых, наших пациентов, клиентов. То есть человек как будто видит всю свою жизнь, как в кинопленке. То есть он видит кадр в каждой ситуации своей жизни, где происходили какие-то определенные проблемы, фрустрации, какие-то определенные психологические, эмоциональные травмы, физические. И он проживает свою жизнь как киномет. И он видит кадр этого фильма в своей жизни, как будто со стороны. То есть он видит участие себя в этой сцене. То есть человек просто как будто буквально его забраться в сцену его этой жизни, где ему просто 6 лет. И он видит ситуацию, которая происходит там, между матерью и отцом. А, как Филис. Как наблюдатель, да? Он как наблюдатель, он видит ситуацию свою. Он видит, там может происходить точно такая же. Он может о ней не помнить. Это может быть либо ситуация, которую он всем забыл, либо о которой помнит. Но попадая в нее еще раз, он говорит, что как будто видит теперь ее осознанно. То есть он понимает, что там происходит. То есть для него происходит открытие и полностью интерпретация. Как будто дух растения рассказывает ему, что здесь произошло. И так вот раскручивая клубок, человек доходит до настоящего момента. На протяжении этих часов, сутки, и венгу, и тройства происходит процесс. Человек полностью перепроживает свою жизнь, как будто заново. То есть это может быть быть ближе к биографии. Это может быть что-то мифологическое. Это может быть что-то архетипическое. Это может быть что-то и космическое, как переходский. То есть происходит на самом деле смесь всех уровней. Но больше всего это все крутится возле его биографии. И один из главных моментов, это происходит, как правило, встреча с духом умерших предков. То есть один из главных моментов, в культе бити африканцев, в культе бити африканцев, то есть они принимают именно это растение для снятия с умерших родственниками. То есть конкретно у них одна из задач, то есть легенда произрастания этого кустарника, она как раз таки связана именно с этим. Есть несколько легенд. Одна из них, когда женщина потеряла мужа охотника, пошла в лес, услышала голоса духа в пещере, которую призывали. Она пошла на голоса, увидела в углу пещеры растения, услышала голоса духа, что она должна их съесть. То есть она съела какое-то количество, и тут ей пришел в дух умершего мужа. Она позвала свою новую мужу, показала ему это растение, он тоже скушал, он тоже увидел дух этого мужа, который был его братом, и именно растение открыли так. И поэтому очень часто люди, которые принимают гиппы и бокаин, рассказывают о том, что происходит встреча именно с родственниками. И что очень интересно, когда человек, даже наш западный, белый человек, употребляет, принимает бокаин, в видениях, в опыте, очень часто присутствует африканская культура. То есть, как правило, человек не является африканцией. Но то, что он видит, то, что он испытывает, то есть очень много людей, рассказывает именно о африканских культурах. Происходит ли это под действием музыки, которую вы слышали, потому что, как правило, и бокаинное лечение, но сопровождается именно эта музыка в виде одного инструмента. И эта музыка сопровождается в процессе всего путешествия человека и вызывает определенную смену фаз. То есть, игра на этом инструменте происходит таким образом, что фазы эта группа сменяет. Почему это происходит? Это одна из загадок, как раз таки, то же самое, что и с айхуаской. То есть, при приеме айхуаски западные люди тоже могут видеть, как раз таки, индейскую культуру. Один, как раз таки, одна из теорий, это о том, что растение прирастает там, то есть, и именно иметь энергетику двух или на двух местах. Вот. Такая интересная особенность. После анирофенической стадии наступает, как называют, процессинговая фаза, или фаза обработки. То есть, фаза характеризуется именно высокой психической активностью и именно интерпретацией. То есть, происходит самоанализ. И этот самоанализ может достигать уже после основной фазы, после основного процесса. Можно достигать дни, недели и месяцев. То есть, человек за время этого процесса, за время этого опыта получает столько материала, что он может его анализировать, разбирать очень долго. Поэтому очень важно на этом этапе, на этой стадии очень грамотная и глубокая работа психотерапевта. по обратной сборке личности. То есть, во время первой фазы может произойти, так называемый, раскол эго. То есть, человек может встретиться именно с той своей теневой частью, которую не хотел воспринимать. Человек выходит из процесса, то есть, либо в высоком расположении духа, с полным освобождением, и может выходить из процесса с глубокой депрессией. То есть, да? Если человек, ну, считается, в культуре и грите, если растение показывает человеку ту тень неприятную, которую переживает человек, то, значит, человек натворил в своей жизни очень много нехорошего, поэтому он теперь какое-то время должен прожить в этом состоянии, интерпретации. Вот. И поэтому очень хорошо, если человек находится потом в грамотном сопровождении психологическом на протяжении определенного времени. То есть, лучше это самоделие не месяц, да? Чтобы был проводник или это психолог. Потому что дальше уже в процессе НГУ фазы может проводить обычный психолог, психотерапевт, который хоть как-то работал с необычными состояниями сознания, да? Это, как правило, трансперсональные специалисты, трансперсонологи, понимающие в этом. Дальше это похоже на классический психоанализ. То есть, много того, чего выходит в процессе ведений, можно анализировать рациональной терапией, можно анализировать обычной вербальной психотерапией. То есть, и это помогает человеку с лаборацией, помогает интегрироваться. Вот. Восстановление человека после приема эгоина может занимать от нескольких часов до нескольких дней, даже недель. Все индивидуально. То есть, насколько чувствительным был человек эгоин. Некоторые люди уже могут на следующий, через день выходить в социум, ставиться за руль. Кому-то бывает уже несколько дней, даже в две-три, для того, чтобы остановиться, чтобы стать на ноги. Вот. Если лечение прошло успешно, пациент не испытывает никаких признаков ломки. И, как вот мы говорили, что у многих наркозависимых из-за того, что просто эгоинная терапия пропадает желание употреблять наркотики в каком-то в течение недели, месяцев. Если не поддерживать это состояние дальше, то это состояние, то есть социум, его прежние следа, опять же, конечно, мы не знаем, может затронуть его обратно. И состояние этого понимания, удовлетворенности, оно, конечно, может попасть и за какое-то время. Если не продолжать поддерживать, если не продолжать хорошую психотерапию, и в некоторых случаях требуется даже прием микродоз. Либо гаина. То есть микродозы можно принимать как непосредственно в коре этого растения, так и в экстракте уже готовом. То есть, такой опыт тоже есть. Чувство глубокого натворения и свободы зависит чаще всего переполняет тех, кто прошел эгоинной терапией. Но чувство тревоги породной. То есть, препарат силы ракурикально изменит то, как человек смотрит на себя и на нервы вокруг. И может вытащить на поверхность глубоко укоренившись в чувстве неуверенности и усилить это. То есть, когда это происходит, тогда человек, как мы говорим, может уступать клипа, может выйти с депрессией, с параной, с тягогой, которую, конечно же, грамотно нужно протерапевтировать. Как в случае происходило и с ЛСД, когда его запретили, да? Потому что именно всех он действовал одинаково. и начали принять ЛСД в клинических условиях. То есть, все желающие смогли его пробовать, и не было грамотно правоиспровождение. Про проблемы распространения ибогаина мы говорили. То есть, по поводу легальности лечения в настоящее время, ибогаин получает, во-первых, предрастительную средиат, и возможности использования патент на производстве более ограничены. То есть, если препарат, лекарство создается, синтезируется из какого-то, из какой-то химической половины, набора моряку, такой препарат бывает легче. Когда это нужно экстрагировать из растения, а именно синтезировать ибогаин в лабораторных условиях его не смогли. В отличие от айхуанских, да? Здесь существует айхуанский, ибогаин, спокойно синтезируется в лаборатории. Даже это не способ растения, ибогаин, ибогаин, он не синтезируется в химической лаборатории. То есть, его можно экстракт только получить из растения. То есть, одна из проблем распространения, это вот такая. А они можно выращивать? Выращивать, ну вот как показала практика, что кроме того, что вот на земле африканские. То есть, лаборатория как-то выращивать? Делаются попытки, попытки вот выращивания в Азии, в Таиланде знаю, в Америке. Насколько эта попытка успешна, то есть, ну, особо таких достоверностей, познаний, заниматься нету. Может быть, есть, может, мы об этом не знаем. Вот. И во-вторых, то есть, проблема распространения ибогаин, а во-вторых, ибогаин нельзя использовать для поддерживающей терапии. Все остальные лекарства, они созданы для того, чтобы постоянно поддерживать терапию. То есть, многое стоит употребить, что гаинство больше единожды в жизни. И один раз. Вот. И часто люди больше к нему прибегают. А все остальные лекарства, они созданы для того, чтобы постоянно поддерживать терапию. Да, его аннотации кискарствам, тем же телесантам, расписано, да, что прием по 6 месяцев, а желательно 1-2 раза в друг. То есть, у него есть на это. Да? Постоянно поддерживать терапию. Представляет удобно, когда препарат работает всегда. Ну и вот, главное, да, существует мнение, что вывод на рынок мощного антиаддективного лекарства, типа ЭБГИНа, может вызвать некий конфликт интересов. Возникнут серьезные проблемы, связанные с предоставлением целых самих легальных алкогольчиков табака и алкоголя, которые создают очень большой бюджет государства. То есть, возможности нам с вами, на бюджет на что-то, на дороги, на школы, начнем деляться меньше, если меньше станет табака. То есть, вот этот конфликт интересов того, что бюджет создаётся из того, что мы зависим, вот такой парадокс. То есть, вот такой вот замкнутый круг. Литература про ЭБГИН, которая описалась в разных странах, и в Европе, и в Великобритании. Книги такие назывались. То есть, реабилитация не работает, и ЭБГИН работает. И ЭБГИН – свобода от зависимости, приводны способами, натуральные, то есть, луковой или эбГИН. Есть литература. И хотел одно небольшое видео. Оборудование – с bias. История – всю жизнь. Вязать и нет момента, и, конечно же, Продолжение следует...